И снова здравствуйте, это Укралай ФТВ, и мы с радостью продолжаем наши эфиры. Виталий Портников с нами на связи. Виталий, здравствуйте. Мы страшно рады, что вы нашли для нас немного времени. Здравствуйте, Людмила. Добрый день. Мне страшно стыдно. Я вдруг обнаружила сегодня утром, что вы уже выложили шестую серию своего подкаста, а я не видела ни одной. Не слышала, не видела. Я по привычке не видела. Не слышала ни одной. Более того, даже не успела загрузить еще эту программку. Расскажите, когда вы начали это? Как это могло вообще выпасть из моего поля зрения? Я пробую себя в разных жанрах журналистики. Мне кажется, что наша работа имеет то преимущество, что мы можем постоянно развиваться в разных жанрах. и пробовать себя с разными аудиториями – зрители, слушатели, читатели. У нас еще есть преимущество, что наша сфера деятельности все время меняется. А у нас и страна, в которой мы живем, все время меняется, и аудитория все время меняется. Поэтому для меня совершенно логично, мне кажется, пробовать свою работу в этом жанре. Тем более, что я сразу скажу, это ведь на самом деле не новый для меня жанр. Это ведь связано с работой на радио. На радио, на радио Свобода я работаю с 1990 года. Подождите, можно я сразу посчитаю? Подождите, сразу посчитаю. Вы хотите сказать 30 лет? На радио Свобода я работаю 30 лет. Да, в этом году будет 30 лет с начала нашего сотрудничества. Но это не первая моя радиостанция, я должен сказать. Первой моей радиостанцией было Латвийское радио где-то с конца 80-х годов. Точно так же, как первой газетой, в которой я напечатался еще в девятом классе, была Латвийская газета Юрмала. Вот это так удивительным образом совпало. Я специально это не подбирал, просто вот так случилось. И это была, кстати говоря, и у Латвийского, и у Солнского радио тогда была русская служба. Знаете, я вам скажу. Я вот буквально несколько дней назад тоже решил, что я хочу послушать какое-нибудь радио на русском языке. Но не радио Свобода, не BBC, а обычное радио, которое вещает на русском языке. Произошло то же самое, что со мной было, когда мне было лет 10. Я послушал московская радиокультура, включил маяк, и мне стало тошно от этих казенных интонаций. Я не понимаю, почему они сохраняются всю жизнь у моих московских коллег. И закончилось все тем, что я 10 минут выдержал, а потом переключился на четвертую программу эстонского радио. Слушал я на русском языке, это русское языческое радио, потому что они продолжают, как говорили по-человечески в советское время, так и сейчас говорят по-человечески. То же самое касается, кстати, русской службы Латвийского радио. Мне необыкновенно повезло. Тогда была программа ежедневных таких вот новостей, бесед. Называлась она «Домская площадь». Латвийское радио находится на Домской площади, в центре Риги. Ее вела замечательная совершенно журналистка Татьяна Зандерсон. Ей буквально несколько дней назад вручили орден «Пяти звезд». Она такой, можно сказать, просто законодатель мод была в тогдашней Латвии, не только в радиоэфире. Она очень ярко это вела, она очень непосредственно это говорила. Она задавала самые неожиданные вопросы. И опять-таки напомню, это было время сплошной казенщины, когда, знаете, в Петропавловске-Камчатском полночь. Это все, что могла из себя, так сказать, выдавить эта радиоточка. Украинское радио было таким же казенным, таким же фальшивым, таким же неестественным. Мне иногда казалось, что там специально подбирают людей, что даже самые человеческие темы, они выхолощивали. А в Риге все было иначе. Я уже учился тогда в Москве, и у нас были постоянные беседы о том, что происходит в этом перестроечном Советском Союзе, в перестроечной Москве, в перестроечной России и в других, так сказать, бывших советских республиках, где я тогда бывал достаточно часто. Понятно, что и в Украине я бывал достаточно часто, я об этом тоже рассказывал. И я поэтому должен вам сказать, я никому об этом не рассказывал на «Радио Свобода», и вы им не должны рассказывать, что я пришел на «Радио Свобода» опытным радиожурналистом, потому что у меня была постоянная практика. То есть я делал вид, что я ничего не знаю, не умею, что это первая радиостанция, что я вообще всю жизнь только писал, и они думали, что я вундеркинд. А я тренировался постоянно, и «Домская площадь» была программой, которая по качеству не уступала лучшим программам зарубежных радиостанций, именно потому что вот ее ведущая была яркой такой вот индивидуальностью. И для меня был очень понятен вот тот вот мир Латвии, для слушателей, которые я вел программы. Кроме того, для меня было очень важно, что я разговариваю с русскоязычным населением Латвии, с очень разными людьми, среди которых было немало сторонников сохранения империи. И нам нужно было показывать им, что империя рушится, потому что очень важно было, чтобы эти люди стали такими же сторонниками независимости Латвийской республики. И латыши, которые жили в этой оккупированной стране, по крайней мере поняли, что независимость Латвии неотвратима. То есть это была не только журналистская задача, это была и политическая задача продемонстрировать тем людям, которые либо жили в Латвии десятилетиями еще со времен первой Латвийской республики, либо в большинстве своем были использованы советской властью как колонисты, задача которых была размыть коренное население Латвии и сделать невозможным восстановление независимости этой страны, что независимость Латвии так или иначе придет. Ожесточенное было сопротивление тогда, вы помните, этой латвийской независимости. Тогда, кстати, удивительная история, которая потом нам аукнулась. Тогда ведь главным орудием Михаила Горбачева и его ближайшего соратника Анатолия Лукьянова против латвийской независимости был рижский ОМОН. Разные были приемы у Кремля для того, чтобы не допустить создание независимых демократических государств на трупе Советской империи. Где-то, как в Грузии, создавались мятежные автономии или в республике Молдова. Где-то использовались местные партийные организации, как в Украине, где Коммунистическая партия Украины была самым реакционным инструментом для борьбы с сторонниками независимости нашего государства. Разные были приемы. В Риге, с одной стороны, использовались структуры Коммунистической партии Латвии, той ее части, которая осталась верна империи. А с другой стороны была силовая структура, рижский ОМОН. И вот командир этого ОМОНа, который, так сказать, изображал из себя сторонника Советского Союза сохранения Латвийской СССР в нерушимой семье народов, утверждал, что ему небезразлична судьба Латвии. Он после того, как империя потерпела поражение, Государственный Совет СССР признал независимость Латвии, Литвы и Эстонии, бежал в Приднестровье, стал там министром госбезопасности. И на протяжении десятилетий был главной опорой приднестровского предводителя Игоря Смирнова, который установил там коррупционно-бандитский режим, щедро спонсируемый вначале Борисом Ельцином, а затем уже и Владимиром Путином. А после того, как в Приднестровье сменилась власть и в услугах этого человека никто не нуждался, он стал заместителем председателя правительства и министром госбезопасности так называемой Донецкой Народной Республики. И уже оказался здесь, на Донбассе. Поэтому это все, это же не биография. Это говорит о том, что против нас и против вообще всего цивилизованного человечества все время играет одна и та же структура, которая когда-то называлась НКВД, потом называлась СМЕРШем, потом называлась Министерством государственной безопасности, сейчас называется Федеральная служба безопасности Российской Федерации, уже не Советского Союза. Но, по большому счету, это вот такое вот наследие тех силовых структур, которые были созданы еще во времена Владимира Ленина и Льва Строцкого, успешно были использованы Иосифом Сталином, и затем каждое советское руководство использовало их с целью дестабилизации ситуации в мире. Вот я бы сказал, увеличение того объема зла, ради которого 25 октября 2017 года был произведен большевистский переворот. И мы видим, что несмотря на то, что как будто большевизм рухнул, его чекистские наследники продолжают проводить ту же программу дестабилизации цивилизованного мира, которую проводили Ленин, Троцкий и Сталин. Тут ничего как бы нового не происходит. И люди одни и те же. Если мы посмотрим биографию каждого, кто либо работал в структурах самопровозглашенных государств, либо действовал в направлении дестабилизации новых независимых государств, мы все время обнаружим одних и тех же людей. Но посмотрите, вот на украинском направлении. Сурков вчера отвечал за Абхазию и Южную Осетию, затем занялся аннексией Крыма, потом занялся войной на Донбассе. Козак был командирован Владимиром Путиным для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике Молдова и заставить молдавское руководство признать возможность сохранения Приднестровья в составе Молдова только в качестве российской военной базы. Не получилось, вновь его туда заслали, чтобы он уже смог создать псевдокоалицию демократических сил Молдовы и сторонников Москвы, которая благополучно развалилась через несколько месяцев после ее появления на свет. Но создать-то он создал. Но создать-то он создал. Создать-создал, да, затем, да. Затем использовал Путин Козака уже на украинском направлении. Мы уже слышим, что глава офиса президента Зеленского, господин Гермак, вместе с другими своими соратниками, объясняет, что он намного конструктивнее, чем господин Сурков. И можно сказать, что, используя либо эту наивность, либо что-то еще, чего мы не знаем в биографии того же главы президентского офиса, господин Козак успешно проводит курс на дестабилизацию Украины и превращение ее в будущем в какой-нибудь там российский сателлит. Я думаю, что Путин об этом думает. Но ведь людей, видите, не меняют. Я думаю, что если был бы жив Дзержинский, он бы сейчас бы находился в Минске вместо Грызлова. Просто он умер, к сожалению, Феликс Эдмундович. И не может быть использован на этом направлении. И так же все время. Причем, смотрите, эти люди всегда используют предателей собственных народов ради уничтожения их свободы. Предательство является сутью Российской империи. Я бы мог цитировать Владимира Ильича Ленина, который говорил, что любой, так сказать, русифицированный представитель национальных меньшинств больше держиморда, чем сам этнический русский, который верит в шовернистические идеалы. Но оставим в покое Ленина, возьмем факты. Кто сломал независимость Грузинской Демократической Республики? Сталин, Орджоникидзе, Берия и другие предатели грузинского народа. Кто боролся с независимостью Украинской Народной Республики в 17-20 годах? Сын великого нашего классика Михаила Катюбинского Юрия Катюбинского. И многие другие люди, которые потом вошли в большевистский иконостас. Щорс, Баженко, этнический украинец, войска которого здесь по Киеву бегали и убивали каждого, кто говорил на украинском языке. Такова была ненависть. И это ненависть предателя. Посмотрите, что происходит в той же ситуации в советское время. Кто программу индустриализации Латвии воплощал в жизнь для того, чтобы увеличить количество русскоязычного населения Латвии и не дать возможности латышскому народу уже никогда подняться. Адвит Фельдша, этнический латыш, которого специально путем целого переворота в партийной организации сделали первым с тем, каком партии Латвии, чтобы он фактически занялся осуществлением этой программы. Там, где не удалось таких предателей привести к власти, как там в Литве, там ничего подобного, между прочим, не было. Что происходит на украинском направлении с момента поразглашения независимости Украины? Ну, мало того, что здесь действуют собственные коллаборационисты украинского происхождения, но кто работает с ними в Москве? Гладьев из Запорожья, Козак, этнический украинец. Понимаете? То есть такое ощущение, что нужно вот именно... Знаете, как в этих советских историях? Полицаи, да? Вот ты полицай, ты присягнул оккупанту, и теперь тебя можно использовать для самых грязных, самых подлых, самых мерзких дел, потому что ты уже никогда не спасешься, говорят религиозным языком. Ты уже в аду. Какая разница, что ты в этом аду сделаешь? Ты уже предал свою страну. Ты уже предал собственный народ. Ты уже присягнул чужим. Ты уже нарушил все то, ради чего растили тебя свои родители. Ты предатель от рода и племени. И тогда ты Янукович. И тогда ты можешь быть Козаком. И тогда ты можешь баллотироваться в парламент ОПЗЖ. И тогда ты можешь выступать на российских телеканалах в роли такого ибалышки-дурачка, который приезжает из Киева экспертом, чтобы продемонстрировать, какая в России свобода слова. Просто какой-то заговор предателей. Я иногда думаю, господи, какой же... Какой же... Что в душах у этих людей вообще? Вы знаете, был глава гетто в Лодзе, который убедил себя, что если он будет служить нацистам, то он таким образом спасет еврейский народ, еврейское население в Лодзе. И он каждый день своими собственными руками подписывал все эти списки на отправку в конституционные лагеря. Подписывал, подписывал, подписывал. И, наверное, считал, что вот да, вот он там отправляет стариков, он там отправляет немощных, он там отправляет нужных работников, но на самом деле он хотя бы сохраняет, не знаю, женщин и детей. Обычно же люди, когда совершают предательство, они же много всего о себе рассказывают, какие они вообще, что это все из благородных целей и так далее. Что надо дождаться перемен. Ну и в конце концов, когда ему принесли этому человеку документ об отправке в конституционные лагеря детей, он покончил с собой. Ну вот совесть заговорила, понимаете? То есть есть какие-то люди, у которых все-таки на донышке остается совесть. А есть какие-то люди, у которых нету совести совершенно, они даже не знают, что это такое, они просто перематываются георгиевскими ленточками с головы до пят, садятся в какую-нибудь там старую машину и колесят там по Киеву. Или одевают хороший костюм, притворяется, что они российские политики, хотя они обыкновенные украинцы, которые работали в самироссийских спецслужбах, просто были завербованы. И едут на встречу с господином Ермаком каким-нибудь. Ну я уже о мотивах самого господина Ермака, его шефа, господина Зеленского, не говорю, потому что я уже приводил вам цитаты из 17 мгновений весны. Коллеги российских чекистов господина Мюллера, шефа берлинского гестапо, о том, что тяжелее всего работать с непрофессионалами. Я думаю, что сами российские чекисты точно так же сейчас думают о своих украинских, так сказать, переговорщиках, как господин Мюллер в этом фильме думал о берлинской реальности. Потому что и психология у них одна, и, так сказать, проблема очень схожая. Виталий, я просто думаю, что вот раз уж подошли плавно к России и Украине, так может быть все-таки есть какой-то шанс в этом году мир получить. Вот смотрите, выборы пообещал господин Ермак, говорит, что на все территории, может быть, осенью. А самое главное, вот мне интересно, что вы думаете по поводу усиления вот этой вот минской контактной группы? Почему мы вводим туда высокопоставленных украинских государственных чиновников? Не важно, какие фамилии, как их фамилии, да? Важно, что это просто определенный уровень. Может быть, это какой-то путь к миру, я не знаю, может быть, там Германия, Штаты и Франция что-то подсказали. У вас есть представление о пути к миру. Уверяю вас, что наши западные союзники вообще ничего об этом не знают, и самое главное, что им это совершенно не интересно. Точно так же, как это было с так называемым консультативным советом, который был согласован господином Козыком и господином Ермаком, и туда должны были войти представители Германии, Франции и ОБСЕ, и потом оказалось, что они ничего об этом не знали, и никакого консультативного совета в результате нет, и быть и не могло. Потому что создание этого консультативного совета по сценарию, который был предложен господином Ермаком и господином Козыком, это фактическое признание Украины, факты легитимности тех оккупационных структур, которые были созданы в Донецкой и Луганской областях, после того, как туда вошли российские войска. Более того, я уже не раз говорил, и еще раз напомню, что сам факт того, что господин Ермак поставил свою подпись в качестве главы Офиса Президента, рядом с подписями, представителя оккупационных марионеточных структур Донецкой и Луганской областей, это совершенно новая ситуация, которая признает легитимность этой власти. Я всегда объяснял, в чем состоит ошибка всего этого. Потому что, да, это, по сути, фактическая власть региона. И это очевидная вещь. Эти люди, да, пусть под диктовку своих московских кураторов из специальных служб, принимают определенные решения, которые связаны с жизнью этих регионов, с обеспечением их существования. Но эти люди никем не избраны. Потому что после оккупации России территорий Донецкой и Луганской областей там не было никаких легитимных выборов. Поэтому с этими людьми нет смысла вести переговоры, потому что они не представляют население Донецкой и Луганской областей. Они представляют только оккупантов. Так надо ли тогда разговаривать с оккупантами об прекращении оккупации? Какой смысл разговаривать с людьми, которые представляют гастролина Пушилина или гастролина Пасечника, когда эти люди точно так же, как были туда посажены на эти должности со своими российскими хозяевами, так могут с этими должностями быть и убраны. Как это уже происходило там неоднократно на территории оккупированных территорий. И не только, кстати говоря, в Донбассе. И, кстати говоря, я хотел бы вам напомнить, что когда население оккупированных России и территорий пытается избрать своих руководителей путем свободных выборов, Россия всегда этому мешает. Так было в Абхазии, когда после избрания президентом этой самопрозглашенной республики господина Богапша там была установлена блокада. Так было в Южной Осетии, когда после победы оппозиционной кандидатки на выборах президента Южной Осетии там фактически был произведен государственный переворот при участии российских кураторов, чтобы не допустить ее к власти. И было то, что называлось снежной революцией. Но, правда, недолго, потому что понятно, что Москва там не может не выиграть. Так было в Приднестровье. То есть это все привычные сценарии. Поэтому там изначально при российской оккупации не может быть человека, который представляет интересы народа Донбасса. Что касается заявлений господина Ермака. Я вообще на вашем месте не обращал бы никакого внимания на цитаты господина Ермака или господина Зеленского. Потому что еще раз вернусь к своим предыдущим, так сказать, высказываниям. Имеют значение только то, что говорят профессионалы. Высказывания профессионалов не имеют ни чего общего с реальной политикой, потому что профессионалы не чувствуют цены и цены и веса слова и могут говорить ради красного словца. А кроме того, могут транслировать в пространство свои невозможные, скажем так, невообразимые иллюзии. Вот то, что вы называете путь к миру, я бы назвал путем к сердцу. Путем к сердцу Владимира Зеленского. Потому что когда господин Ермак высказывает подобные мысли, он просто демонстрирует президента Украины Владимиру Зеленскому, человеку крайне неопытному, крайне далекому от политики и экономики, что он предпринимает определенные шаги, по установлению мира на Донбассе. Причем шаги в разрезе того видения ситуации, которая существует в голове Владимира Зеленского и которая есть только в его голове. Потому что реальность и голова Владимира Зеленского это две несовместимые вещи. Две параллельные парамы, которые никогда не пересекутся. Владимир Зеленский живет в одном мире, мир существует в другом мире. И шансы на то, что Владимир Зеленский когда-нибудь встретится с реальностью, ничтожно малы. А шансы на то, что Владимир Зеленский когда-либо встретится с реальностью, находясь на посту президента Украины, вообще несущественны. Их нет. Он никогда не встретится с реальностью, пока он находится в кабинете президента Украины. Не надо даже мечтать. Но господин Ермак, как мы знаем, победил в аппаратной схватке бывшего фаворита господина Зеленского, господина Богдана. Ему нужно в кабинете президента утвердиться, потому что это и власть. Это и контроль над финансовыми потоками. Это все то, ради чего эти люди участвовали в олигархическом реванше 2019 года. Ради чего они приходили к власти, ради чего они у власти находятся. Если господин Ермак не будет демонстрировать то, что он достигает каких-либо результатов на данном направлении, его влияние крайне уменьшится. Но я уверяю вас, никаких результатов нет и самое главное не будет. Что касается мира, его не будет, по крайней мере, до окончания пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Потому что пребывание Владимира Зеленского на посту президента Украины и продолжение военных действий против Украины, это две взаимосвязанные вещи. Как это? Подождите, как это взаимосвязанные? Ведь Зеленский-то обещал мир, он-то с этим на этом пришел? Не имеет никакого значения, что обещал президент Украины Владимир Зеленский своим избирателям, большая часть которых точно так же не ориентируется в реальном мире, как человек, за которого они проголосовали. Потому что Владимир Зеленский искренне не может понять, зачем Владимиру Путину эта война. Владимир Зеленский – продукт советского времени. И он искренне не может понять, почему нельзя просто дружить с Россией. И он ищет объяснения, как любой советский человек. А Владимир Зеленский – очень советский человек. Он ищет эти объяснения не в реальности, а в своей голове. В голове бывшего капитана Криворосской команды КВН. Ну и находит, что, наверное, Владимира Путина обидели, наверное, с ним не смогли договориться, наверное, не удовлетворили его эго, но, наверное, не объяснили, что такое война. А он, Владимир Зеленский, посмотрит в глаза Владимиру Путину. И все будет хорошо. Кстати говоря, можно подумать, что Владимир Зеленский – первый такой человек, который думает, что он может договориться с Владимиром Путиным. Я вам скажу второй. Первым таким человеком был Петр Порошенко. Разве вы не помните, что после своего избрания на пост президента Украины Петр Порошенко тоже был совершенно уверен, что ему удастся достичь договоренности с Владимиром Путиным. И тоже не совсем точно оценивал намерения российского президента. И тоже почему-то считал, что если украинская армия начнет решительно наступать на донбасском направлении и уже будет близка к освобождению всей территории, ну не будет же Россия посылать туда свои регулярные части. И как вы помните, это представление о намерениях Владимира Путина очень дорого нам стоило. Я даже не буду упрекать в этом Порошенко лично, потому что он тогда нащупывал воду, понимаете? Никто до конца не понимал, как будет действовать Россия на Донбассе. Теперь мы все знаем, все мы знаем, но Владимир Зеленский не знает, потому что он в то время не занимался политикой, не следил за политикой, а зачитывал репризы в квартале 95, или как там называется эта организация. Вот. И теперь он все делает как бы с чистого листа. И поскольку в Москве понимает, что во главе Украины находятся крайне слабые, неопытные, далекие от реальности, способные совершать ошибки президент, то почему бы не использовать дестабилизацию на Донбассе, обстрелы и прочие действия, которые связаны с продолжением войны для дестабилизации его режима и для деградации ситуации в Украине. Ведь это и есть цель Москвы. Чем большей будет деградация украинской политической, социальной и экономической жизни, чем меньшим доверием будет пользоваться украинская власть, чем менее жестко она будет выступать в своих отношениях с Кремлем, тем большие шансы на присоединение украинских земель к Российской Федерации и к тому, что мы с вами будем жить в Киевской области Российской Федерации, по крайней мере с точки зрения Москвы. Подождите, подождите, Виталий, но не кажется ли вам, что Россия тоже неправильно оценивает Украину? Точно так же, как и мы неправильно оцениваем Россию. Ну что, действительно возможно присоединение? Да невозможно это присоединение. То есть они велеют? Я считаю, что мы живы только потому, что Россия неправильно оценивает Украину. Но эта неправильная оценка Украины во многом плод непонимания Украины самих украинцев. Потому что, по большому счету, в Украине достаточно сил, которые готовы присоединиться к России. В Украине есть достаточное количество населения, я бы сказал 15-20%, если не больше. Может быть, с населением оккупированных территорий это может быть 30-35%. Людей, которые ощущают себя частью русского мира и воспринимают Украину, как неотъемлемую часть русской цивилизации. Это не много. Не много. Совершенно верно. И есть большое количество равнодушного населения. Собственно, в целом это и составляет те 73% населения, которые в 2019 году отдали свои голоса за Владимира Зеленского и за политическую партию «Слуга народа». Это население, которое всегда мыслит исключительно экономическими, а не политическими категориями и готово присоединиться к любому победителю, который просто обещает им, даже не обеспечивает, а обещает им лучшую жизнь. А потом рвет на себе волосы. Причем рвет на себе волосы так часто, что я, честно говоря, уделяю, что украинцы вообще имеют какие-то прически на головах. Вообще это должна была быть страна лысых. Это хорошо. И самым лучшим бизнесом здесь должен был быть бизнес париков. Вот они. Чего? Но как-то волосы сохраняются. Мозги не сохраняются, а волосы сохраняются. А лучше бы было наоборот. И, в общем, в этом смысле россияне, как ни странно, очень близки к реальности. Но действительно здесь всегда есть достаточное количество людей. Опять-таки, это количество колеблется от 35 до 40%. От 30-40%. Причем колеблется так с 1991 года еще. С первых президентских выборов, с голосования за Вячеслава Черновину и других национально ориентированных кандидатов. Людей, которые считают, что украинская государственность не должна быть связана исключительно с подобострастием, с подчинением России. И это люди, как правило, политически активны. Поэтому мы все время попадаем в некую шараду. Украинский президент, любой, опирается на большинство населения антиукраински настроенного или равнодушно настроенного. Но он не может опереться на него слишком сильно, потому что он рискует оказаться в дестабилизирующейся ситуации. Ну, примеры очень просты. Леонид Кравчук избран голосами советского и равнодушного населения при противодействии национально ориентированного населения. Однако после своего прихода к власти он вынужден был так или иначе склониться на сторону национально ориентированного населения, как активного. Потому что то население, которое за него голосовало, не собиралось участвовать в строительстве государства. То население рисовало исключительно СНГ. СНГ. Мы живем в СНГ. Потом Леонид Кучма. Человек, который был избран президентом Украины при поддержке Кремля. При поддержке равнодушного или российско ориентированного населения. Но по ходу своего пребывания на посту президента все сильнее и сильнее склонялся на сторону национально ориентированных сил. Просто с целью, чтобы они не мешали ему в строительстве олигархического государства и вообще не дестабилизировали ситуацию в стране. И обратно, в сторону Москвы, Леонид Кучма стал склоняться только после истории с убийством журналиста Георгия Гангадзе и Кольчугами. Совершенно верно. Виктор Ющенко, который был избран голосами украински ориентированного населения. И той части равнодушного населения, которая видела в нем экономического стабилизатора страны, к концу своего правления превратился в безнадежного политического маргинала по той простой причине, что он остался сторонником вот этой вот украинской идеи и на посту президента. И не смог завоевать симпатии равнодушного и пророссийски настроенного населения. Не смог завоевать в каком смысле? В том смысле, что начался экономический кризис. Нет, подождите, подождите, почему? Смотрите, он же, помните, назначил Януковича и, по-моему, там даже часть людей, которые были такие пророссийские. Это же при нем Янукович, что премьер-министр. Разве это не дало ему симпатии? Но при нем же Янукович... А зачем ты поделаешь ему, когда уже есть Янукович? Это хорошо, да. Потом возьмем следующего президента, Виктора Януковича. Виктор Янукович был избран голосами пророссийского и равнодушного населения, остался этому населению верен. И где он теперь живет? В городе-герое Москве. Но подождите, у него же тоже была попытка, знаете, интегрировать Украину, подписать договор с Евросоюзом. Но он же этого в результате не сделал. Подписанным им соглашением остались Харьковские соглашения, а вовсе не соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это правда. И да, безусловно, у Януковича были попытки интегрировать украинское население. Это факт. На 2014-2013 год он был человеком, который уже склонился в сторону части этого украинского общества, который уже говорил, пусть только подпишет и пусть там правит. Пусть подпишет. Но он же не подписал. Если бы он подписал, то мы могли бы говорить, да, вот видите, он прошел путь кучмы от абсолютной пророссийскости к стремлению выдержать баланс и сотрудничество с Западом как гарантом украинской независимости. Ну вот Петр Порошенко. Петр Порошенко был избран голосами частично проукраинского, частично равнодушного населения с идеей, что он сможет добиться мира. К концу своего президентства Петр Порошенко растерял эти симпатии про российского и в особенности даже не про российского, а именно равнодушного населения, который увидел, что он мира не добьется. И у него остался только проукраинский электорат. Ну и вот Владимир Зеленский. Тоже избранный голосами руссконаправленного, который уже, кстати, от него отворачивается, и равнодушного населения, который еще остается ему верным. И который, безусловно, не кандидат государственно ориентированного населения. Я думаю, сам Владимир Зеленский в месте своей команды считает всех этих людей просто маргиналами. И вот теперь давайте эту формулу пяти президентов просто применим к шестому. И мы скажем простую вещь. Либо Владимир Зеленский в какой-то момент, убедившись, что ничего не получается, не посмотреть в глаза Путину, не стабилизировать экономическую ситуацию, ничего, начнет склоняться в сторону украинских государственников и тогда повторит путь всех своих предшественников. Либо он потеряет власть. Ну то есть он повторит путь либо Кучмы, условно говоря, либо Янукович. Либо он красиво уйдет в должности, уступив власть проукраинскому кандидату. Либо он уйдет в должности досрочно под влиянием каких-либо дестабилизирующих событий в стране. Никакого третьего варианта нет именно из-за присутствия этих трех групп населения, проукраинской, равнодушной, пророссийской. В чем ошибка российского взгляда на мир? Нет, подождите, а можно еще по-украински? Вот я маленькое уточнение. То есть из того, что вы сейчас сказали, я внимательно записываю за вами, получается, что каждый раз вот эти равнодушные люди, которых всегда больше, чем людей, которые имеют четкую какую-то ориентацию, они все время определяют будущее Украины? А как это может быть иначе? Украина – бывшая колония России. Чем занималась колония? Колония занималась русификацией здешнего населения. Где-то она преуспела, достаточно серьезно преуспела, где-то она не очень преуспела, в том смысле, что люди перестали быть украинцами, но не стали россиянами, а превратились в тутейших, скажем так, просто в туземцев. А где-то эта русификация не подействовала. Причем, заметьте, что где сильнее всего подействовала эта русификация, где люди стали воспринимать себя как часть русского мира быстрее всего. В Крыму, где было произведено выселение коренных народов – раз. Крым до 50-х годов был частью Российской Федерации – два. Туда приехало большое количество переселенцев из внутренних областей России – три. Поэтому совершенно естественно, что Крым в этом смысле всегда оставался форпостом представления об Украине как части России. Потому что и Крым таким образом воспринимался как часть России большой частью тамошнего населения. Я бы сказал, большинством тамошнего населения не надо никаких иллюзий. И Донбасс. Что произошло на Донбассе? Во-первых, это индустриальный бассейн. Во-вторых, в результате голодомора в Украине на Донбассе практически исчезло, по крайней мере, именно той части, которая оккупирована. Не, оккупирована даже не сегодня. Оккупирована была в результате первой спецоперации россиян в 2014 году. Часть территории мы освободили. Там исчезло сельское население, село как таковое. Осталась только городская агломерация. Империя всегда в большей степени преуспевает в городах, чем в селе. Село остается хранителем традиции. И это правда. Кстати, на Донбассе говорили в селах на украинском языке всегда. Конечно. Поэтому Владимир Сосюр родился на Донбассе. Поэтому что нужно было сделать Сталину? Ему нужно было, чтобы Донбасс стал сплошняком городом. В наших миллиониках, в Днепре, в Одессе, в Киеве до последних во времени, в Харькове. Всегда говорили по-русски, это форпосты империи, форпосты русификации. Харьков был даже сталь первой столицей Украинской ССР. Именно из этого города шло уничтожение Украины. В этом смысле можно применять первая столица оккупации, а не то, что себе харьковчане до сих пор придумывают, думая, что они первая столица украинского государства. Не государство. Туда убежали в пособники оккупантов, и оттуда началась оккупация страны. Обидели ни за что харьковчан, между прочим. А среди них не ваши зрители? Я очень люблю харьковчан, но меня бесит сам этот аноним первая столица. Первой столицей Украины был Киев. В Киеве была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. А потом большевистское меньшинство Центральной Рады бежало в Харьков, и там на большевистских штыках объявило себя законной властью. Это ДНР, извините меня. Поэтому не нужно просто исторические мифы множить, и еще ими гордиться. Понимаете? Нельзя гордиться предательством. Я имею в виду не предательством харьковчан, боже упаси, а предательством большевистских комиссаров, которых украинцы избрали в Центральную Раду, всю эту сволочь, чтобы она потом предала народ. Все эти Артема Сергеева, Евгений Бошек, габарники, все гомарники, Катюбинские, вся эта мразь. Ну не будем о грустном. Короче говоря, вот это вот такая городская агломерация. И в этом смысле именно тут оказалось, что в этой городской агломерации больше всего людей, которые воспринимают себя в качестве не просто там несориентированных туземцев, а в качестве части русского мира. Потому что эта агломерация русифицировалась проще всего, начиная от интеллигенции, научно-промышленной, научно-технической, заканчивая простыми людьми. А где хуже всего было с русификацией? В западных областях Украины. А почему? А потому что западные части области Украины даже никогда не были частью Российской империи. Там никогда не было политической русификации, которая проводилась по всей стране. Они попали, по большому счету, в одно пространство с Украиной, вообще, цивилизационно, эти украинцы, только в 1945 году. До этого они даже в Великом княжестве Литовском не были, понимаете? Это очень важный момент, о котором нужно помнить. Именно поэтому Галичина при всех репрессиях, которые там происходили, при всей ненависти, которые были у советских и псевдоукраинских большевиков к этому региону. Вы знаете, что даже первенством Львовского обкома партии, там уже на закате советской власти в первый раз избрали львовянина, так они не доверяли. Украинцы здешние, киевские, не доверяли львовянам, поэтому они только в последние годы советской власти разрешили, чтобы выходец из Галичины был первенством Львовского обкома партии, а русские не доверяли украинцам. Поэтому первый секретарь Центрального комитета Украины, украинец по национальности, появился только в 1957 году, господин Кириченко. А до этого все были русские, поляки, как Кассиор. А зато мы им все кадры подкинули, между прочим. Хрущев, Брежнев, мы им ответили, между прочим. Хрущев русский, Хрущев русский из Курской области. Брежнев, да, безусловно. Но даже он не был первенством ЦК Компартии Украины, понимаете? Он был первенством ЦК Компартии Молдавии, он был первенством ЦК Компартии Казахстана, но не Украины, потому что украинец. Неблагонадежный был. Как это не смешно звучит, в Москве работать мог, а в Украине первенством ЦК работать не мог. В Кишиневе мог, в Киеве не мог. Это же о многом говорит. Вот, поэтому это такой момент. И, кстати говоря, нужно понимать, что если вот мы вернемся к тому, что вы сказали, что равнодушное население всегда определяет будущее страны, оно не будущее страны определяет, оно прошлое страны определяет, потому что страна таким образом не может развиваться. Не, подождите. Если они каждый раз выбирают президента, влияют, имеют решающую роль, то, извините, как же прошлое? Вот будущее выбирают. Потому что страна остается в прошлом, она не развивается. Страна не строится, государство не строится. Мы все время ходим, мы уже ходим, вы не замечаете, по кругу, как какая-то латиноамериканская республика. Хотел сказать банановая, но здесь даже с бананами есть проблемы. Это нужно просто понимать. Понимаете, государства могут построить только люди, которые понимают, зачем они его строят. Когда я слышу, ой, смотрите, евреи построили государство, неужели мы не можем? Конечно, вы не можете. Евреи же не все построили государство. Евреи построили государство, те люди, которые поехали в пустыню, в пески, в болото, хотели строить государство. Все те, кто не хотели строить государство, не хотели в пески, не хотели в болото, хотели сидеть себе, садок вышневый, колохаты, хрущи над вышневый, гудуть. Вот они сидят, вот я сижу. Вот. Садок там вышел у меня под этими, под окнами. Хрущи будут скоро. И я никакой Израиль не строю. Потому что я смалодушничал, понимаете? Смалодушничал. Нет, вы строите Украину, нет. Я настаиваю вам то, что вы строите Украину. Подождите, но мы сейчас говорим же о еврейском государстве, а не об Украине. Я же говорю не о себе даже лично. Я говорю о тех людях, которые не стали строить. Туда поехали люди, по крайней мере, в начале 20-го века, в 20-е, 30-е, 40-е годы, которые готовы были строить, болеть маляри, маляри, маляри в этих болотах. Тогда не было от нее реальных лекарств. Люди просто умирали. Сражаться в охране этих кибуцев и машав, которые тогда там строились, умирать. Я, по-моему, вам рассказывал, что я специально жил в кибуце. Нет, вы не рассказывали. Я жил в кибуце Хваргелади, где похоронен Иосиф Трумпельдорф, бывший российский солдат, который поехал в Палестину защищать кибуце. По сути, там находится музей армии обороны Израиля, потому что эта армия выросла из этого маленького кибуца, где Трумпельдорф погиб. Человек, который, он же выжил на войне, понимаете? Выжил на Первой мировой войне. Страшная война была, Великая война. Он поехал, потому что он был убежденный человек. Хотел защищать вот этих людей, которые там сеяли что-то, уже какую-то сельхозпродукцию выращивали. А он узнал, что он умеет стрелять, умеет воевать и защитит их, если на них будут какие-то нападения. Ну, это же убежденный человек, понимаете? Я вот приходил на его могилу и думал, что вот я таким никогда не смогу быть. Но я хотя бы могу ему отдать должное. Это мой соотечественник, он отсюда, из бывшей Российской империи. Это не то, что мы с ним из каких-то разных там миров. Это мог бы быть мой там прадедушка, понимаете? Так что, что тут говорить? Тоже с Украиной все совершенно иначе. Нам приходится строить государство, когда никто-то сюда приехал. Здесь все уже живут. Никто сюда специально Украину строить не приезжает. А отсюда скорее уезжают, чтобы не строить. Причем большое количество патриотически настроенных людей, которые считают, что и жизнь пройдет в этом бесплодном строительстве, в этом трепыхании, так лучше уже уехать и больше ничего этого не видеть. Так уезжают сотни тысяч, если не миллионы людей. Ну, надо поляки тоже уезжали, из Польши уезжали, из многих других стран уезжали и все равно. Конечно, конечно. Безусловно. Только совершенно неважно, какое количество поляков уедет из Польши, потому что там те же поляки и останутся. А здесь неизвестно, какое количество украински ориентированных людей останется в результате отъезда. У нас же большие отъезды западных областей страны. Вот. И это тоже вот размывает всю эту ситуацию. И поэтому есть проблема. Нам нужно строить государство, которое мы не сможем построить, если большинство населения будет относиться к этому строительству равнодушно. Если бы у нас была проукраинская и пророссийская часть населения, вот условно говоря, вот если был бы я... То есть без равнодушных, вот просто... Да. И вот с другой стороны Медведчук. Ну, условный Медведчук. Добкин, я не знаю, Кернец. Я думаю, что, понимаете, с ними можно было бы, если не договориться, но, по крайней мере, разойтись. Потому что они говорят, мы хотим Россию. Украина – это Россия. Мы говорим, Украина – это Украина. И получается, мы территориально расходимся. Вот то, что они могут себе отхватить, там, где они считают, что это Россия, там будет Россия. А то, что мы можем здесь защитить, тут будет Украина. Все четко и понятно. Ничего нового в этом нет. Так много раз происходило в истории очень разных народов. Или мы говорим, что это все, все Украина, нам удается ее отстоять, но тогда они уезжают в Россию. Кстати, это же тоже все было много раз. В Алжире было большое количество как этнических французов, которые считали, что Алжир – это Франция, так и арабов, которые считали, что Алжир – это Франция. Они проиграли тем арабам, которые считали, что Алжир – это Алжир, собрали вещи и уехали. А что произошло с равнодушным населением Алжира? Оно согласилось с победителями проекта. Но они всегда соглашаются, согласитесь. Вот это и должно произойти. Либо мы выиграем у русскоориентированных наших соотечественников борьбу за государство, и тогда равнодушная часть населения с нами согласится. Но либо выиграют они, нам придется отсюда просто всем, скорее всего, уехать тогда, как алжирцам, сторонникам Франции из Алжира. А они здесь будут строить Россию. Тут ничего другого не будет. Сейчас определенный исторический момент, очень интересный, потому что сейчас у власти они в чистом виде, я имею в виду равнодушное население. Потому что по большому счету всегда избирали то пророссийского президента, по крайней мере, с момента избрания Кучма. То пророссийского, то пророссийского, то пророссийского, то пророссийского. То пророссийского, короче говоря, пророссийский Кучма, пророссийский Ющенко, пророссийский Янукович, пророссийский Порошенко. Вот сейчас, по идее, должны были бы избрать пророссийского кандидата. Но оказалось, что равнодушная часть населения может обойтись без услуг пророссийского лагеря и проукраинского тоже, и может сама избрать свою администрацию. Вот Зеленский – это первый в истории Украины президент равнодушный. Равнодушный к будущему страны, причем очень глупо равнодушный. Помните, как эти люди говорили, ой, мы проголосуем за Зеленского, а если что-то будет не так, то мы уедем. Ага, куда вы уедете? Сидите дома. Сидите дома. Сказал коронавирус. Сказал коронавирус. Да, сказал коронавирус, совершенно верно. Это означает то, что иногда нужно просто думать головой, а не шевелюрой, и что может быть ситуация, которую ты не можешь предвидеть. Поэтому ты проголосовал за Зеленского, думаешь, что ты куда-то уедешь, сейчас будешь без денег, без средств существования, без каких-либо жизненных инвестиций сидеть здесь. Прикольно. Между прочим, ваше слово про страну лысых, я записала вот это ваше выражение, запомнила. Вы собираетесь написать в какую-нибудь организацию, по-прежнему сказать? Нет, мне просто понравилось. В общем, короче говоря, вот сейчас эта часть населения, по моему прогнозу, должна убедиться в импотентности своей власти. Власти равнодушны. Эта власть должна принести ей горе, разочарование, потери жизненных перспектив, экономическую разруху. В общем, хрен знает что, извините за жесткие высказывания. Это у нас такое будущее, ближайшее, вы думаете? Конечно, конечно. А какое же у нас еще будущее? У нас такое будущее, ближайшее. И в этом смысле я должен сказать, что я испытываю какое-то глубокое удовлетворение. Потому что я себе представляю тот ужас, если победил бы на президентских выборах в 2019 году Петр Алексеевич Порошенко. Ужас! Ну хорошо, даже не Порошенко. Даже Юлия Владимировна Тимошенко, которую вы, Людмила, любите. Как гражданка, вы это понимаете. Даже она! Вы понимаете, ужас наступил бы в любом случае. Ну, ведь пандемия, она же не подчиняется нашим желаниям. Сейчас наступила бы экономическая разруха. Она в любом случае наступит. Кто был бы виноват? Естественно, был бы виноват Порошенко. Представьте себе Порошенко, который вводит карантин. Для того, чтобы работали магазины «Рошен», а мы все не работали. Он придумал коронавирус, у нас ничего серьезного нет, а он пихает нам в рот свои конфеты. А если бы Юля вводила карантин? Да ее бы распяли на площади, между прочим. Конечно, не хочет, чтобы люди работали, а сама обогащается, неважно на чем. В общем, неважно совершенно, что бы эти люди ни делали. И вот, понимаете, ОЦ им потребна армия Виромова. А что, армия может бороться с карантином? А что, вы со своей Вирой будете ходить по никодилам и победите эпидемию? А может быть, важно, на каком языке вы говорите? Ну и что, мы разговариваем его украинскую и помыраем его? Вот все это вот так вот выглядело бы. И говорили бы, видите, он не может договориться с Путиным сейчас, когда нужно заканчивать войну. Какая война, когда эпидемия, люди гибнут. А Порошенко из-за своей антироссийской направленности, им российское телевидение рассказывало бы то же самое. Видите, этот националист, он готов есть детей, только чтобы не договариваться с Путиным. Они все там едят детей. Ну, Тимошенко тоже, наверное, она пыталась бы, конечно, договориться с Путиным, но ее тоже ничего бы не получилось, поэтому она бы тоже сейчас была уже людоедом. Если у них Зеленский людоед, понимаете? Если они целое шоу сейчас устраивают, какой ужас этот Зеленский. Представьте себе, что бы они сейчас устраивали про Тимошенко и Порошенко. А все бы это на востоке и юге страны смотрели, они бы, конечно, за них не голосовали. У них был бы другой кандидат. Неважно, Бойко и Зеленский или кто. И они говорили, вот, вот. Мы же говорили. Да, мы же говорили, зачем нам эта Украина? А в России каждому по маске дают. А в России правильный карантин. А в России то-се. А в России люди работают. А в России дают пособия. А в России, видите, Путин сидит и ходит один, потому что думает о безопасности. Все, что было бы в России, было бы замечательно. Все, что было бы у нас, было бы ужасно. И, в общем, мы бы к концу эпидемии коронавируса подошли бы с вами, Людмила, я не шучу, кстати говоря, к полному краху украинского государственного проекта. К созданию всех условий для объединения пророссийского и равнодушного лагерей. Подождите, можно тогда я продолжу? И из этого мы делаем вывод, и даже такое название, как Владимир Зеленский, победивший на выборах, спас Украину во времена коронавируса от развала. Ну, не от развала, он спас его от развала, он ее, может, и не спас, может, она еще развалится, мы этого не знаем. Но он, по крайней мере, спас украинскую идею. Большое спасибо, большое спасибо. Дякую, 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 Владимир Александрович, что вы все это взяли на себя, что вы даже не поняли, что вы сделали. Вы могли это всем сердцем не воспринимать, не понимать, что это главное, что только на этом строится государство, и вы ценой своей репутации, карьеры и вообще всего остального это спасли. Так часто очень бывает. Это Господь, это Господь, вот, а не вы. Ему будем благодарны. Но это действительно серьезно, потому что вот что сейчас произойдет в ближайший месяц, когда значительно понизится уровень жизни населения, когда будет ухудшаться ситуация в экономике. Я, кстати, допускаю, что при Порошенко и даже при Тимошенко, хотя я не уверен, не было бы такой ужасной ситуации, потому что мы давно бы уже получили бы кредит Международного валютного фонда, понимаете? Здесь не было бы Коломойского. Я допускаю, что даже Тимошенко бы его не впустила в страну. Она, наверное, ему бы там звонила по телефону и говорила, Игорь, я вот после моей победы на выборах приедешь. Но вот не время еще сейчас. Игорь, еще пару месяцев, потерпи, потерпи, пожалуйста. Хочешь, я тебе пришлю в Герцлию коробку конфет Рошен? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Потому что он проиграл. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Подожди. Игорь, еще одну коробку. Вот доешь ту коробку, позвони мне и приедешь. Она бы его так вот... А сейчас, Игорь, как ты приедешь, когда карантин? Ты хочешь 14 дней сидеть в изоляции? Игорь, ты такой деятельный человек, посиди еще! И он бы бесился бы, бегал по своему этому дому в Герцлию, бил бы там стекла, но тихо сидел бы там. При Порошенко он просто бы не приехал. Порошенко бы даже не звонил бы. Ну, хотя никто не знает. Может быть, тогда звонил бы Аваков и удерживал бы его от резких движений. Потому что вы понимаете, Аваков бы остался все равно. Мы это даже не обсуждаем. Ну, судя по тому, как он остается все время, да, боюсь, что... Ну да, ну просто на него тогда бы... Если сейчас на него возложена одна задача, то на него была бы возложена задача, так сказать, успокоения Коломойского. Он бы слал ему конфеты. Вот. Но кредит был бы. Здесь не было бы Коломойского, здесь не было бы дестабилизирующей роли его лоббиста в парламенте. Мы бы уже сейчас были бы в более приличном экономическом состоянии, чем при Зеленском. Но это отдельный... Но мы ничего об этом не знаем. Мы имеем то, что имеем. И в любом случае, опять-таки, честно скажу, что как бы не лучше была бы экономическая ситуация в стране при любом профессиональном президенте, при любом... Ну, не при Бойко, наверное. Хотя не хочу даже об этом думать. Вот. Короче говоря, все равно ситуация была бы паршивой. Потому что мы видим, какие потери сейчас несут все сектора экономики в развитых странах. Где-то. Даже там, где нет карантина. Я специально смотрел цифры в странах, где не было реального карантина. В Швеции, в Японии, вы знаете, что в Швеции сфера услуга-то от 50% до 90% потерь. В Японии все эти вот сферы ритейла, там, строительные действия, 30, 40, 50% потерь. Ну, знаете, в Японии на 80% возросло посещение парков. В этом смысле я всегда вспоминаю этот анекдот. Знаете, как к врачу приходят пациенты, и он спрашивает, какой у них доход. Ну, и спрашивает он, какой у них доход. И в зависимости от дохода он там выписывает одному какое-то серьезное лекарство. Другому предлагает там лечиться травами. А третьему говорит, воздух, воздух, воздух. Вот это вот посещение парков на 80%, мне это напомнило. Это отлично, я не знала. Вот это то, что нас ждет, кстати говоря. Воздух, воздух, воздух. Сейчас все ринутся гулять в парке сегодня. Прекрасная погода, я тоже считаю, что можно призвать людей, сохраняя меры самоизоляции, разумеется. Сейчас гулять в парках, я вообще думаю, что парки нужно было сохранить для прогулок людей при соблюдении естественных предосторожностей все это время, чтобы люди дышали воздух. Но, когда люди захотят идти даже в те кафе, которые откроются, и даже в те магазины, которые откроются, я думаю, очень многие не пойдут. Даже не потому, что побоятся из-за коронавируса, а потому что начнут думать, что у них будет завтра с зарплатами и доходами. И это же целая пирамида. И опять-таки, я совершенно не собираюсь утверждать, что президент Зеленский виновен в этой пирамиде, которая рушится. Это такая ситуация. Просто он должен стать заложником, он должен стать жертвой. Он должен стать нашей офигенией, которой мы принесем в жертву украинской идеи. Не в буквальном смысле, конечно. Да, да, да. Я только что. Нет, мы не в античном мире. Это образ. Потому что такой же офигенией станет, вероятно, наш лучший друг всех времен народов Дональд Трамп. Вот смотрите, как падает его рейтинг. Продвинут Трамп? Я сомневаюсь. Виталий. Ну, смотрите. Вот посмотрите, что происходит с президентом Трампом. Президент Трамп честно выполнял свои обещания, которые он давал своему электорату. Увеличивал количество рабочих мест. Иногда об ущерб даже долгосрочным экономическим интересам страны и так далее. И его электорат считал, что это замечательно. Но сейчас все это падает. Дональд Трамп в этом совершенно не виноват. В этом виноват коронавирус. Но электорат Дональда Трампа так устроен, что он будет обвинять во всем Дональда Трампа. Это не такой, знаете, академический электорат, для которого надо сесть, как вы знаете. Вот если бы коронавируса не было, у нас бы все бы росло бы и росло. Это так плохо, значит, ты не доработал. Не надо нам этих оправданий. Нет, Трамп во всем обвинит Китай. И ему поверят, как вы думаете. Посмотрим. Есть такой шанс? Не очень большой. Я думаю, что сейчас шанс того, что Трамп проиграет выборы, великий. Я не утверждаю, что это обязательно произойдет. Но он может проиграть выборы именно из-за эпидемии. Именно из-за эпидемии. Именно потому, что американцы всегда смотрят на экономический результат. И украинцы в большинстве своем всегда смотрят на экономический результат. На самом деле. Я имею в виду вот эту вот часть населения. И если, допустим, понимаете, проукраинскую часть населения можно убедить в том, что да, мы хуже живем, но зато мы отстаиваем страну, то вот этому равнодушному населению, ну отстаивайте вы страну. А я не могу своему ребенку лишнюю, так сказать, вещь купить. И думаю о том, как мне свести концы с концами. Что мне до вашей страны? Тем более еще как назло. Я еще уехать не могу. Я еще должен у вас, товарищи Зеленский, Ермак, Кулеба, Пристайка и другие члены политбюро ЦК Коммунистической партии Украины сложить разрешение на выезд в вашем авире. Что такое? Вот так вот человек будет думать. И вот там никто не убедит, что вы знаете, мы на самом деле не останавливаем вас. Мы просто хотим заручиться гарантией, что если вы заболеете, вас будет лечить в стране, куда вы поедете. Ну это выглядит странно тоже, конечно, я не спорю. Но тем не менее это хотя бы как-то логически объясняет действие о логичной власти. Но это еще важный момент. Другой момент, то, что, конечно, то наслаждение, с которым Зеленский и его друзья вытирают ноги обо всех, кого они приглашают во власть потом, это тоже дополнительный элемент дестабилизации. Ну об кого-то они вытерли ноги. Ну был такой премьер-министр Гончарук, помните? Помните такого человека? Вытерли ноги, в буквальном смысле слова. Был такой глава офиса президента Богдан, автор всех наших побед, так сказать. Первый красный офицер, можно сказать. Вытерли ноги, примерно как Сталина Троцкого. Вот. Был такой министр иностранных дел Пристайка, который был в команде Зеленского. Пошел на повышение. Отобрали у него Министерство иностранных дел. Представляете, что человек чувствует, да? На самом деле. Когда его назначили на непонятную должность для него. Совершенно. Когда он руководил ключевым ведомством. Был такой глава таможни Лефедова, помните? Устраивает у него обыцки. Был такой генеральный прокурор Рябошапка, помните? Который Зеленский говорил Трампу, мой человек, мой. Возбудили уголовное дело. А вы как считаете, что люди, которые сейчас работают в офисе президента, в прокуратуре, премьер-министрами, они что, не думают, что с ними может такое произойти? За исключением Авакова, конечно. Вы должны всегда выносить за скобки Авакова, чтобы спокойно продолжать эту беседу. Арсен Борисович, мы вынесли вас за скобки. Вот все остальные, что они думают? Что они думают? Они, конечно, они же не за скобками, как Авакова. Они же в скобках. И не исключено, что Зеленский скоро начнет вытирать у них ноги, если запачкает. В любую секунду. Потому что у него такая профессия. Он должен ходить в чистых ботинках. А уж какой-то, так сказать, пиджак для протирания обуви, это уж такое дело, какой подвернется. Поэтому, кстати, кадровый голод, который связан еще с неспособностью Зеленского отличить синие от желтого, профессионала от непрофессионала, понять, что такое критерий профессионализма и порядочность, он сейчас связан с готовностью вытереть ноги в любую секунду. Что тоже, конечно, добавит дестабилизации, потому что по мере ухудшения экономической ситуации будет происходить вымывание даже остатков профессионалов из государственных и правительственных структур. То есть вы все-таки думаете, что политический кризис к нам уверенно подползает? А мы уже в нем. Мы просто на карантине. Конечно, мы просто на карантине этого не понимаем. Потому что большое количество людей думает, что когда закончится карантин, все будет как было. Да, это правда. А так не... Каким... Почему? Как может быть, как было, когда у огромного количества наших соотечественников просто нет денег на завтрашнее проживание завтра? У нас люди не оставляли запасы не потому, что они такие непредусмотрительные, а потому, что у них не было возможности эти запасы оставить. А теперь представьте себе людей, которые арендуют квартиры и которые живут за счет этой аренды. Представьте себе людей, которые уехали сейчас в другие города и ждут, что их рабочие места к ним вернутся. А они не вернутся. А в тех городах, куда они уехали, никаких рабочих мест нет. А за границу они тоже уехать не могут. Потому что даже если представить себе, что Украина начнет выпускать людей сейчас, более-менее спокойно, непонятно, какое количество стран готово будет выпускать себе иностранных работников и на какое время, и вообще, что этих людей там ждет. Это следующий момент. Ну и вот я же говорю, это такая пирамида, которая начнет рушиться. И это очень серьезная проблема. Этот кризис уже с нами. Мы уже в нем живем. Но ощутить его масштаб мешает иллюзия, что вся проблема в том, что мы живем в ограничениях. Самое страшное начнется, когда все ограничения снимут и ничего не возобновится. В том объеме, на который люди рассчитывают. Если раньше говорили о долгосрочной программе, то сейчас, когда казалось бы, именно эта долгосрочная программа должна быть принята, мы в результате оказываемся в ситуации, когда с ней большие проблемы. Когда не будет долгосрочной программы, а будет краткосрочная программа. Ну, кстати, это проблема, Виталий. Кстати, это проблема. А почему так поступили они с нами? Это же как-то не очень. Вначале они потребовали принять, проголосовать за все, что они хотят. Потому что мы дадим вам много денег. А мы проголосовали за то, что они хотят? Ну, вы всем это запустили? Как там банковский закон? Да я думаю, проголосуют. Погляди со всех сторон. Но остается убеждение, что обманут будет он. И поэтому опять денег будем не давать. А оставим их немножко, чтобы немножко показать, чтобы банки не вернуть, Коломонского спугнуть. мы останем так немножко и продолжим верный путь. Это вы сейчас сочинили, скажите. Ну, а что мне остается? Мне остается только шутить. Нет, ну это серьезно. Если у Международного валютного фонда остается подозрение, что после принятия банковского закона путем каких-то охищрений офис Зеленского собирается вернуть привод банка Коломойскому, то он им дает немного денег. И говорит, вот потратьте эти деньги, ничего не... И если вы хорошо себя будете вести, товарищи Зеленский, Гермак и прочие члены Политбирого Центрального комитета партии, то мы им еще дадим потом. Я тебя поцелую потом. Потом. То есть короткий поводок такой. Правильно. Ну, я всегда говорю западным коллегам, нужно держать на очень коротком поводке, чтобы не сорвать. А это вы посоветовали, да? Нет, это почему я... Это любой здравомышленный человек посоветует. А почему я должен советовать людям? Давайте послушайте, я хочу вам рассказать, как вас ограбить. Не извините, кто будет тогда со мной разговаривать? Я хочу помочь людям сохранить деньги. Хочу помочь Украине избавиться от паразитизма. От олигархического паразитизма. Извините меня. Я тут в шеи вывожу, а не насаживаю голову. Опять-таки, насколько украинцы сохраняют шевелюры и не лысые, то очень много в шеи на этих их головах. Родителей, так сказать. Народных. Виталий, и мы еще знаете, о чем забыли с вами? Я вас остановила, вот первую часть договаривали. Вы сказали, в чем Россия неправильно нас трактует? Вот это же интересно. Она не воспринимает проукраинскую часть населения всерьез. Просто не воспринимает. Она считает, что это проукраинская часть населения, это такая выдумка этих хитрых украинских правителей, которые сами ее там финансируют и придумывают, чтобы не присоединиться к России и не отдать себе свои денежки к России. Русские не верят в народ. Ну, не русские сами, как нация, а русские правители. Они всегда верят только в заговоры, особенно когда это чекисты со своей теорией заговора. Они просто считают, что мы их обманываем. И вот когда у нас собирается Майдан, они начинают думать, что это за технология такая. И всегда бесятся. Вот опять с помощью технологий Госдепартамент, я не знаю кто, олигархи, еще кто-то не дали нам возможность получить наши исконные земли. Обманули опять этих недоделанных русских украинцев. А мы их доделаем. Дайте нам возможность их доделать, понимаете? Они думают, что они Папа Карло, а мы Буратино, только без носа. Надо прикрутить нос. Они никак не понимают, что они не Папа Карло никакой. Тоже мне нашелся Папа Карло. Они, это дурымар, понимаете? Вот это вот их образ, их государственность. Когда бегает с пиявками и всеми пытается куда-нибудь пристроиться из их пиявок, из КГБ. Это все, на чему он научился. Прибежал в Украину, пиявка. Прибежал в Англию, пиявка. Нет, дурымар, он нежный же образ такой у него. Вспомните. Это потому, что вы пиявками не лечились. Да, я не лечилась. Ну, пожили бы с пиявкой на шее, вы бы уже относились к дурымару иначе. Это правда. Вот именно, нежный. Владимир Владимирович Путин тоже нежный, так хорошо, обходительно разговаривает. А Юрий Владимирович Андропов, что не был нежный, он стихи писал, он Лавров стихи пишет. Они все там очень нежные, заботливые, книжки читают. Я иногда думаю, зачем? Я даже никогда не думал, зачем великие русские писатели писали все эти романы, чтобы потом эти люди их читали. Какие выводы они делают? Ну, неважно. Ну, они становятся тогда нежными, да? Могут процитировать вам кусок Достоевского. Этот правнук Льва Николаевича Толстого даже в Госдуме работает, выполняет все это задание. Все чудесно. Все хорошо получилось. Так что дело не в нежности. Дело имею в виду в концепции отношения к миру. Что мир можно вылечить, только если кососать из него кровь. Пиявки наши все, иными словами. И Алексей Николаевич Толстой, как вы помните, был графом, а не просто так. Он эти все образы не случайно придумал. Виталий, ну и последний вопрос, который я же не могу оставить за скобками. Новый посол американский. У него такая забавная фамилия, да? Кит Дейтон, вот. У меня какая-то... Вы знаете, у нас очень много говорят о новоамериканском после. Я вообще бы не обсуждал его личности в ближайшие полгода. Хорошая идея. Посмотрим, что сделает? Нет. Посмотрим, что будет после президентских выборов в Соединенных Штатах. То есть вы думаете, что до выборов он не приедет, что ли? Нет, он, конечно, приедет, но в любом случае вся его деятельность до выборов будет деятельностью временного характера. Но вспомните, что его предшественница госпожа Иванович была назначена президентом президентом Обамы. Но, по сути, вся ее деятельность пришла на президентство Трампа. И это были две разные деятельности. Деятельность периода Обамы и деятельность периода Трампа это были две разные задачи. Вопрос в том, насколько сама госпожа посол хотела отвечать, то есть задачи, которые ставила перед ней новая администрация. Но она в любом случае действовала в ее русле. В русле той политики, которую Трамп избрал по отношению к Украине. В любом случае его попыток договориться с Путиным. То есть это было гораздо более осторожное в этом смысле посольство, чем посольство времен Обамы. Посольство, которое сосредоточилось, скажем так, на борьбе с коррупцией. Но надо же было чем-то заняться. Так и тут. Одно дело, это политика до президентских выборов и деятельность посла, другое дело после. В зависимости от того, кто на этих выборах победит. И даже если этот посол останется при следующем президенте, это будет другой посол. И если этот посол останется при выигравшем Трампе, это будет другой посол. Потому что Трамп будет другой во время второго срока. Мы не знаем, какой. Поэтому все сейчас обсуждают качество нового послава, что он такой профессиональный, военный, знает предмет. Это все очень хорошо и важно. И вообще хорошо, что появится наконец полноценный американский посол. Но суть же не в этом. Суть в другом. Суть в том, что сейчас расставляют послов на восточном направлении. Кстати, не только в Украине. В Белоруссии будет новый посол. Сейчас очень активизировался действующий посол в Молдове. Вы этого не замечаете? Дерек Хоган. А я как раз замечаю. Очень с большим интересом. Как все в Молдове меняется. Вдруг опять. То есть раньше русские переигрывали американцев. А теперь американцы переигрывают русских, скажем так. А почему вдруг это все начинает происходить? Почему американцы снова возвращаются туда, откуда они так в последние годы уходили? Создавалось, по крайней мере, Ну, может быть, потому что сейчас у России нет такой возможности действовать на своем западном направлении, как это было еще несколько месяцев назад. Все-таки же есть пандемия, это же тоже реальность. И, возможно, на действиях американских структур это не так сказывается, как на действиях российских. Но в любом случае, вы знаете, что Конституционный суд Республики Молдова признал неконституционным факт выдачи российского кредита президента Додона. Додон взял у Путина практически те деньги, но не объема, я имею в виду, но это можно сравнить с кредитом Путина Януковича. И в Молдове Конституционный суд собрался, избрал, во-первых, нового председателя, а убрал с этой дожди ставленника Додона. И потом объявил кредит неконституционным, без всякого Майдана и восстания. И Додон сейчас, конечно, как это сказать, интеллигентно. В ужасе, это обычно так говорит, в ужасе. Ну и много таких событий там происходит, но это говорит о том, что меняется определенная расстановка сил. Молдова всегда индикатор, я уже много раз рассказывал. Вот помните, когда сформировалась коалиция Додон-Санду? Я говорил, что такой сценарий может быть здесь. Сценарий умеренного отношения. Я помню, очень хорошо это обсуждали, интересно. У нас это было осуществлено в виде Зеленского. И когда Майя Санда приехала знакомиться с Зеленским, это был такой триумф. Триумф товарища Козака. Он, наверное, выпил там не одну бутылку шампанского, или может он ходилку любит, он все-таки украинец. А потом вдруг стала сейчас рассыпаться власть Додона, значит и здесь пророссийские силы и вот такие силы соглашательские скоро потерпят крах. Это означает, что американцы возвращаются в эту часть, в эту часть европейского континента. Это может быть даже не означает, что американцы означают, что русские не понимают, что им делать. Я в том числе на их месте тоже... Давайте я честно скажу, если бы мне в должности президента России или даже нынешней России или даже там заместителя главы администрации пришлось бы иметь дело с Зеленским и Ермаковым, у меня бы уже все мозги бы вскрипели. Я бы уже думал, не должен ли я как офицер застрелиться, потому что я не понимаю, что происходит. Понимаете? Это не подчиняется логике. Если не подчиняется логике, а я полковник КГБ, то я ломаюсь, конечно, как любой андроид. Так может хорошо, может наконец вот такая позиция наша сломает. Что у Бориса Грызлова было прозвище андроид, когда он в официальном государстве думает. Нет, не знаю. Ну вот, вы представляете, что вот он в Минске, и он точно знает, как надо действовать по правилам. Ну, по их правилам. Ну да, да. И тут вдруг вообще ничего нет, что происходит вообще. Шарики за ролики вообще. Так может, нас это опять спасет? Может, это нас опять спасет? Ну, может быть и спасет, просто вопрос в том, как они вообще будут в результате действовать. Вы же понимаете, они же слом в посудной лавке. Они же, когда не понимают, что делать, начинают крушить все вокруг. Ну да, это точно. Это такая традиция русских народных сказок. Раздудись плечо, размахнись рука, прибьем, а там разберемся. Понимаете? У них же тоже не все очень хорошо, когда они теряют чувство логики, они просто думают, что лучше все это прибить. Так что, я не знаю, спасет. Я надеюсь, что спасет. Но, в общем, ситуация не такая радужная, как кажется. Виталий, спасибо вам огромное. Мы были страшно рады вас видеть сегодня. Спасибо большое. Удачи и до встречи. До всего хорошего. Спасибо, да. Спасибо огромное. Я хочу напомнить, что Виталий Портнинг был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. Оставайтесь с нами. Это был Укралах ТВ. Это был Укралах ТВ.